Здравствуйте! На 12-м канале новости в студии Дарья Шадрина и в начале выпуска коротко о главном. Сохранят рабочие места. Добровольцам, которые отправляются на Донбасс, предоставят временный отпуск. Теперь официально глава Омского избиркома Алексей Нестеренко уходит на заслуженный отдых. Кто займет его место? Рискнул жизнью и спас прохожих. Омский полицейский пришел на помощь пенсионерке. Подробности ЧП. Напоят чаем из огромного самовара и угостят лакомствами. В преддверии Дня города Омск превратился в город мастеров. А как не пропустить все самое интересное завтра, расскажут наши корреспонденты. И технологии виртуальные, проблемы реальные. На премьере новой программы Омского русского народного хора не обошлось без сюрпризов. Клава региона поручил гарантировать сохранение рабочих мест для добровольцев и минных батальонов Омской области, которые отправятся восстанавливать Донбасс. Для этого работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам отпуск без сохранения зарплаты на срок не более чем на один год. Правило коснется тех, кто отправится служить по контракту в ротах Иртыша, Вангард и О. Александр Бурков подчеркнул, цитирую, «Для меня те добровольцы, которые едут на Донбасс, настоящие герои. И наша задача максимально прикрыть им тылы здесь, на родной земле. Сохранение рабочих мест и забот о семьях – это те социальные гарантии, которые важно обеспечить людям, участвующим в спецоперации». Добавлю, что в регионе продолжается формирование минных батальонов, а мечам, которые отправятся в Донбасс в их составе, единовременно выплачивается 100 тысяч рублей. В списке работ, которые предстоит выполнять добровольцам, ремонт техники, оказание медицинской помощи. Участнику специальной военной операции присваивается статус ветерана боевых действий. За более подробной информацией можно обращаться по короткому номеру телефона 122 или в пункт отбора по адресу улица 8 Марьяновская, 1А. По другим темам Алексей Нестеренко покидает пост председателя обл. избиркома. Он возглавлял структуру с 2012 года. Работать в системе начал с 1994 года. В прошлом году Нестеренко выбрали руководителем в новом составе комиссии сроком на 5 лет. Тем не менее, сейчас, незадолго до единого дня голосования, он написал заявление об отставке. Решил уйти на пенсию, чтобы уделить больше внимания семье и отправиться в путешествие по стране. Предположительно, преемником на посту станет Иван Ходоков, заместитель председателя обл. избиркома. Добавлю, что на предстоящих выборах решение Нестеренко никак не отразится, поскольку областной избирком не работает с кандидатами в депутаты горсовета. Омск уже начал отмечать свой 306-й день рождения. В центре города развернулась ярмарка ремесленников. Венчуры, столеры, ткачихи в этом году количество участников фестиваля «Город мастеров» бьет все рекорды. Торговые ряды открыли полторы сотни человек. Выставка шедевров народных промыслов интерактивная. На мечи могут побороться за звание лучшего подмастерия. А еще попробовать чай из гигантского самовара. Репортаж Екатерины Балучевской. Масштабы ярмарки настолько серьезные, что кажется, будто я вернулась в 19 век. Бесчисленные ряды торговые, ремесленников и сотни. А может быть в ближайшее время это будут и тысячи гостей и мечей. Я напомню, что рабочий день еще продолжается. Но тем не менее, как мне многие говорят, даже готовы были пожертвовать своим обеденным перерывом для того, чтобы увидеть, посмотреть, а возможно и приобрести шедевры народной мысли. Но самое главное, что эта выставка проходит как рынок выходного дня без всяких громких скандалов, криков, чего-то подобного. Потому что это ведь история не про торговлю, а прежде всего про погружение в историю. И вот, например, самое главное еще, что выставка интерактивная. Каждый может попробовать себя в роли ремесленника. Вот давайте сейчас и я попытаюсь стать стеклодувом. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли мне попробовать? Конечно, можно. Так, что нужно делать? Сейчас разогреется трубочка, и надо будет в нее выдувать. Сначала потихоньку, скажу. Сильнее тогда сильнее. Держите. Какая? Дуем, дуем. Еще. Сильнее, 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 сильнее. Дуем, дуем. Стоп. Отлично. Это ваш выдох, ваши индустрии. Профессионализм очень большой. Скажите, пожалуйста, для наших телезрителей, а какая температура плавления? 1200 градусов температура плавления стекла. Смысл? Ну, есть, конечно, и другие стекла с намного выше температурой плавления. Ну, это вот у нас стекло боросиликатное, с которым мы можем работать на открытом воздухе. Спасибо вам большое. Удачи. Я думаю, что будет много еще желающих попробовать. На самом деле, на выставке есть что посмотреть. Я вообще хочу сказать, что в этом году рекордное количество участников, около полутора сотен. Это делегации не только из соседних регионов, из нашего Омска, но в том числе даже из других государств. Улицу Музейную разбили действительно как город на несколько тематических зон. Это и гончарная мастерская, конечно, с изделиями из керамики, различными изделиями из стекла. Это малахитовая шкатулка с изделиями из бижутерии. Когда заходишь в этот уголок, кажется, будто ты хозяйка Медной горы. Это и швейная мастерская, разумеется, где различные изделия представлены из ткани, пряжи. А есть вот еще такие забавные уголки с названиями, очень интригующими. Вот, например, что вам приходит на ум при словосочетании девичьей радости. Конечно, косметика. Вот и много тоже есть здесь экспонатов из натуральной косметики. Это различные мыло, бальзамы. Но вот изюминкой, пожалуй, являются вот этот самовар, который приехал к нам из города Ирбита, с Урала, постоянно окруженный вниманием и, конечно же, находящийся под прицелом фотокамер. Здравствуйте. Скажите, можно и мне чашечку тоже? Конечно. А я пока расскажу, что на самом деле, вот давайте мы посмотрим поближе, подойдем. Этот самовар объемом на полтонны, практически 450 литров. Вот такой вот огромной конструкцию специально смонтировали. Это единственный в России самый большой передвижной самовар. Ну, конечно, очень сложно удержаться, чтобы не попробовать. Тем более, что это не просто черный чай. Он приготовлен на основе трав. Вот, в частности, талги, которые произрастают на болотах и, как известно, обладают сразу несколькими целебными свойствами. Она и успокаивает, и расслабляет. Ну, в общем, скорее пробовать. Очень вкусно. Я напомню, что оценить шедевры народных промыслов, а мечи могут вплоть до конца недели. Выставка будет работать до 7 августа. Екатерина Булучевская, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Программа празднования Дня города по-настоящему насыщенная. Час назад открылась флора. На выставочном и воскресенском скверах сотни мечей создавали три десятка композиций флориста на протяжении всей минувшей ночи. Все для того, чтобы сегодня представить свои работы во всей красе. Главная тема флоры 200-летия Омской области. Огромные цифры установили прямо на входе в цветущий оазис. Чтобы продемонстрировать этническое и природное разнообразие региона, скверы разделили на несколько зон. Так что всего за пару шагов из тайги можно, к примеру, переместиться в самую настоящую степь с конями и казахской юртой. Ну а завтра горожан ждут большой концерт, сибирский международный марафон и салют. На центральных улицах живет история. Омичи смогут окунуться в атмосферу городских легенд и понаблюдать за зрелищным сражением имперского гарнизона со степными кочевниками. Материал Дарьи Сачковой. Многие ошибочно полагают, что первый омский гарнизон в 18 веке был облачен в красно-зеленые мундиры. На деле же не были серо-синими. Вот такими. В Омской крепости ко дню города готовится историческая реконструкция, и в ней важна каждая деталь. В природном амфитеатре у реки Иртыш на набережной Тухачевского омский гарнизон и степные кочевники Джунгары столкнутся в зрелищном бою. Актеров, преимущественно добровольцев, любителей истории, обучили технике владения шпагой, стрельбе из лука. Для служилых людей сотня работников в течение восьми месяцев шила костюмы. Их создавали по документам 18 века. Русские будут оборонять практически полноценный гуляй город. То есть это полевой лагерь, который делается из телег, которые выстраиваются кругом. То есть все будет очень реалистично. История живет и на Любинском проспекте. Омск-купеческий в лицах актеров театра-студии Любови Ермолаевой раскроет зрителям свои мифы и легенды. Купчиха Шанина с семьей, купцы Волковой и, конечно, Любочка. Образы собирали по сохранившимся фотографиям. Прически, костюмы и общий антураж. Портал «Во времени», рассказывают артисты, отыскать будет легко. Возле дома Купчиха Шанина, потому что это знаковое то место, там будет и Купчиха Шанина, и обязательно торговля организована, реконструкция ее магазинов, ее кафе. И Купчиха Шанина будет угощать им и чай-чаем. То есть помимо концерта еще будет и живой рабочий вокруг дома Купчиха Шанина, ее настоящего дома, будет еще и живой интерактивный уголок. Встречать 306-й день рождения город, как и любой именинник, должен при полном параде. На улицах и мостах генеральная уборка и ремонт. Ежедневно наводить лоск выходит более 700 рабочих и 200 единиц спецтехники. Обновленными предстанут Тарская, Спартаковская и Партизанская. Здесь смонтировали систему освещения, уложили газон. Вчера и сегодня мы там досаживаем вот эти вот цветы, которые на самом деле радуют глаз. И подметаем, убираем, то есть вот именно наводим чистоту. По традиции, мечи и гостей города ждет музыкальный сюрприз. Вечером 6 августа на Соборной площади выступит группа дискотека «Авария». Там же уже в 22 часа состоится праздничный салют. Чтобы отметить торжество, Омск ждал два года. Из-за пандемии от масштабных куляний пришлось отказаться. Программа празднования, обещают организаторы, будет насыщенной. Так что каждый найдет себе что-то по вкусу. Дарья Садчикова, Екатерина Булучевская, Никита Смирнов, Матвей Алимский, 12 канал. Лескнул жизнью и спас прохожих. Омский полицейский пришел на помощь пенсионерке, не дал погибнуть в пожаре. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, но о поступке коллеги силовики рассказали только сейчас. Алексей Вельц, подъезжая к перекрестку улицы Октябрьской, Орджоникидзе, обратил внимание на черный столб дыма. Там вовсю полыхал павильон. Огонь перекинулся на электрический столб, рядом жилые дома. Не дожидаясь пожарных, полицейский бросился на помощь. В итоге спас в жизни 62-летней пенсионерке. Я увидел, что огонь перебросился на электрический столб, обгорели провода, и впоследствии они упали на тротуар. И пришлось обеспечивать безопасность пешеходов, чтобы никто не пострадал от электрического тока. Получается, сотрудник вас вывел? Да, да, вывел. Из ограды, да? Потому что угроза жизни она была? Да, конечно. Да, все провода, думаю, упадет на голову, и все. Страшно было выйти. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются специалисты. Причина возгорания станет известна после результатов пожарно-технической экспертизы. Отметили юбилей первые лица города и региона. Поздравили таможенников с профессиональным праздником. Омская таможня была создана 30 лет назад. Губернатор Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест отметили высокий уровень мастерства специалистов, которые стоят на страже закона. А также выразили слова признательности коллективу, который с года в год не только сохраняет, но и проумножает лучшие традиции российской таможенной службы. А также способствует развитию внешнеэкономических связей нашего региона. Вы знаете, что Омская область сегодня работает с десятками разных государств мира. И товарооборот с этими странами у нас от года в году растет. К юбилею, я вижу, вы подошли достаточно хорошо, заняв первое место в Сибири среди таможенфактического контроля. И, конечно, за этим результатом стоит ваш профессионализм, ответственность и дисциплина. Вместо виртуальных денег выбил реальный срок за решеткой. Перед Ленинским судом предстанет 48-летний москвич, который вместе с подельниками напал на семью омского программиста. Последний работал в международной финансовой организации. И в прошлом году имел крупную сумму в биткоинах. Почти 85 миллионов в пересчете на рубли. Об успешном Сибиряке прознала группа москвичей, которые решили вынудить программиста поделиться своим богатством. Подельники приехали в наш город и проследили за обладателем криптовалюты. И ночью проникли в дом его тещи. В конце ноября 2021 года обвиняемыми вместе с иными лицами из города Москвы прибыли в город Омск, где арендовали квартиру, приобрели автомобиль ВАЗ-2107. В один из дней декабря, убедившись, что в доме находятся, как им казалось, потерпевшие, в ночное время они на арендованном автомобиле ВАЗ-2107 прибыли к этому дому. После чего на свою голову надели балклавы, вооружились электрошокерами, взяли нож и, открыв створку окна, проникли в дом, где причинили телесные повреждения находящиеся там лицам. Однако подельники просчитались. Вместо программиста в доме находился брат жены IT-специалиста. Его и приняли за биткоин миллионера и начали жестоко избивать. Чтобы спасти свою жизнь и жизни близких, мужчине пришлось выпрыгнуть со второго этажа и добраться до соседей, которые вызвали полицейских. Силовикам удалось задержать лишь одного из подозреваемых. Его подельники сейчас в розыске. Больше подробностей этой запутанной истории, а также новый поворот в уголовном деле о поножовщине в Советском округе в новом выпуске проекта основано на реальных событиях Омск сегодня в 20 часов. И вот какие материалы мы готовим к итоговому выпуску новостей. Смотрите в 19.30. Оказались в плену в квартире собственной хозяйки. Омским полицейским пришлось устроить настоящую спасательную операцию. Вызволять из частного дома животных. Как оказалось, их владелице стало плохо. Пенсионерка потеряла сознание. В забытии провела несколько дней. На помощь пришел участковый, которого вызвали соседи. Когда обнаружили ее, она лежала за диваном. Собака, собаки на диване. Тяжело было, конечно, не пропускали. Они очень ее охраняли хорошо. Это же они ее очень любили. Сейчас пенсионерка в больнице. Собак отправили в приют. Любовь Федорова узнала, какая судьба ждет животных. Вернулись на большие экраны. Сразу несколько омских кинотеатров. Несмотря на санкции, включили в афишу недавно вышедшие блокбастеры. Чтобы попасть на сеанс, зрителям приходится стоять в очереди в кассу. Онлайн-бронирование пока недоступно. Билеты словно товарные чеки выписываются вручную. Впрочем, эти неудобства людей не смущают. Сразу видно, что с голливудским кинопродуктом кинотеатры оживают. Конечно, не скажешь, что здесь яблоку негде упасть. Но, тем не менее, народу достаточно много. Например, нам, чтобы успеть на сеанс, пришлось приехать за два с половиной часа. Моя коллега Екатерина Балучевская побывала в кино и узнала, как кинотеатрам удается заполучить голливудские картины и сказались ли санкции на качестве показов. Подробности смотрите в 19.30. Фольклор и AR-технологии Омский хор представил программу «Наследники Сибири». Русские народные песни и танцы в шоу соединились с цифровыми спецэффектами. Для этого разработали специальное приложение. Для выступления шили больше 1200 костюмов, подготовили почти два десятка новых номеров. Премьера собрала полный зал. Все ли из задуманного удалось воплотить, Наталья Бельская расскажет. И снова первопроходцы Омский хор представляют зрителям проект, который в мире еще никто не делал. Артисты балета показывают невероятные трюки, вокалисты радуют зрителей пилиграмным исполнением народных мелодий. И все это на фоне 3D-декорации. На экранах смартфонов появляются виртуальные горы, лес и река. Главная задача, которая стоит вообще перед современным народным искусством, это привлечь молодежь, чтобы им было интересно, чтобы их цепляло. Поэтому вот эти технологии дают, в общем-то, такой необычный эффект. Программу «Наследники Сибири» посвятили юбилею двух руководителей – Елены Калугина и Георгия Понтякова. Музыкантам удалось сделать немало записей уникальных сибирских песен, а самое главное – собрать коллектив, который также преданно служит народному искусству. В концерт вошли и восстановленные номера из Золотого фонда, и премьерные композиции. В этом проекте было действительно много премьер, и мы старались подчеркнуть репертуар новый из областных региональных особенностей. Не только Омской области, но брали в репертуар и песни Томской области, Новосибирской, Алтайского края, Иркутской области, близлежащих областей. Казаки-золотодобытчики, плотники показывали на сцене, как осваивали Дикий край. К красочности этим картинам добавляли не только виртуальные декорации, но и костюмы. Кушаки, сарафаны, кафтаны изготовили мастера из Омска и Уфы, из современных тканей, но по старинным выкройкам. Был грант Министерства культуры Российской Федерации, который позволяет сделать такой сложный проект. Сделано больше 1200 костюмов, больше 300 метров декорации интерьера. Шоу омского хора вызвало небывалый ажиотаж. В концертном зале, рассчитанном на тысячу зрителей, не было свободных мест. Из-за большого количества запросов, приложение для просмотра перед началом программы было сложно скачать. Тем, кому это удалось, смогли по достоинству оценить сочетание традиций и технологий. По словам организаторов, к следующему показу все технические недочеты будут исправлены, и 6 августа зрители смогут увидеть наследников Сибири во всей красе. Наталья Бельская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так вы все новости к этому часу. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин